Время завершения долгих дискуссий настало в украинской политике. Чем ближе летний отпуск, тем больше старых вопросов пытаются решить депутаты. На этой неделе закрыли сразу две большие темы, которые прообсуждали всю зиму и весну. Приняли новые законы о национальной безопасности и о валюте. И еще формальное решение о создании антикоррупционного суда. Фоном для этого всего стали шумные протесты. Какие страсти бушевали у стен парламента и какие в зале, разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. В пленарную неделю нардепы открыли под многочисленные протесты с попыткой прорваться в здание. Они просто в распачи. Они в распачи через то, что их не слышат, и поэтому они смущены идти на кардинальные действия. До афганцев и чернобыльцев использовали слезотечевый газ. Есть несколько людей утроенных. Они сейчас получают первую помощь. Но в парламенте требования выслушали, но ничем помочь не смогли или не захотели. Это невозможно сделать. Одномоментно, я еще раз подкрыслю, выплатить все, что сегодня уже есть боргом государства, невозможно. Это надзвучайно большие суммы. Это не может сделать никакой уряд. Парламент живет по своей повестке дня. Преоритет закона нацбезопасности. Очень важно ухвалить этот закон до саммита НАТО, который будет в липень этого года. Это декларативный крок на встречу до НАТО. Декларация Украинской державы в этом законе поляга в том, что мы строим новую форму управления армией. Вот мы в очередной раз декларируем, что страна хочет стать членом НАТО. Но само НАТО практически заблокированы все саммиты из-за скандала с Угорщиной на мовном вопросе. А второе вопрос, что в НАТО нас никто не возьмет, пока есть территориальный конфликт в стране. Хотя спорили по законопроекту несколько месяцев. Поправок набралось не так уж много. Несколько сотен. Разобрались с ними за два дня. Этот закон больше изменяет, безусловно, для офицеров, генералов, командования. Потому что он прописывает такие вещи, каким образом функционирует Генеральный штаб, каким образом функционирует Министерство обороны. Министр обороны является цивильным. Верховный главный командующий призначает керевника Генерального штаба. Той керует безусловно військом. Предбачается абсолютно безпрецедентный уровень прозорости, который будет ограничен исключительно законом про государственную таймницу. То есть, мова идет о том, что никаким подзаконными наказами, порядками в среднем ведомства не можно будет ограничить доступ к государственной таймнице. Только если какой-то документ на него будет накладен гриф секретности. Цивильный контроль за бюджетом обороны и его прозорость – это была вимога американцев, но она очень рамочная, врахована в законопроектах. Там заявлено, что так, цивильный контроль и прозорость бюджета обороны запроваджаются. Далее стоит кома. И написано за врахованием вимог закону про государственную таймницу. До чего это приведет? Это приведет к тому, что все эти статьи будут засекречены, и мы снова не сможем отримать до них доступ. Впрочем, компромисс нашли, документ приняли. Проголосовали за него и многие критики. Сумели подкорректировать нардепы не только оборонный сектор, но и финансовый. Приняли закон о валюте, и он полностью меняет правила, которые действовали все 27 лет независимости, и отбирали у бизнеса сотни миллионов ежегодно. Основной принцип – дозволено все, что не заборонено. На сегодня в Украине абсолютно для всех физических осіб дозволено подкрывать рахунки в европейских святовых банках и так же для компаний. Ну и пользуясь присутствием нардепов в зале, в четверг голосовали за все хвосты. Например, во вторник в зале не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня законопроект о создании антикоррупционного суда. В четверг нашлись. А вы для украинцев даете коррумпованную судовую систему. А для себя створюют антикоррупционные суды и кормушки, куда нужно носить чемоданы грошей. А вот чего так и не нашлось – стакада голосов для выполнения требований протестующих возле Верховной Рады. Неделя в парламенте закончилась так, как будто во вторник у стен парламента ничего и не происходило. Главный закон этого тижня не был принят. Это закон 83-62, корректировка государственного бюджета, для того, чтобы погасить заборгованных шахтарям, которые приехали в Киев и жили тут два дня, пытаясь забрать деньги, которые они честно заработали, а им государство не отдала. До отпуска у нардепов остались две пленарные недели планов, как всегда горы. А вот у многих народных избранников настроение уже не очень-то и рабочее. Яркий пример – депутат Рабинович, который, если и появляется, то лишь для того, чтобы пообщаться с журналистами. И, к слову о журналистах, законодательная бомба для СМИ. Снова в парламентской повестке. Законопроект от Народного фронта, который дает право закрывать новостные сайты без решения суда, якобы, за влияние на органы власти. Едина причина, почему этот законопроект сейчас появился в порядке денному – это спроба запровадить цензуру в Украине, диктатуру в интернете и сгортание общественных свобод. Дойдет ли этот документ к голосованию, станет понятно уже на следующей пленарной неделе. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер.